Здравствуйте! Сегодня мы поставим эксперимент по созданию гомункула. Гомункул это искусственное живое существо. Как создать его написано в трактате средневекового ученого Парацельса. Для этого нам понадобится какая-то емкость. Я взял пластиковую баночку. Вы можете взять стеклянную или любую другую, лишь бы она достаточно плотно закрывалась. Субстанция человеческого организма. В общем, это семя. И обычное куриное яйцо. Итак, для того, чтобы у нас получился гомункурус, мы должны аккуратно сделать отверстие в яйце. Я для этого использую на отверстие. В принципе, если кто-то изобретет какой-то иной подход к этому, то от этого ничего не меняется. Главное, чтобы отверстие было достаточно аккуратным. Не следует его делать излишне большим. Чем меньше оно будет, тем больше шансов на то, что необходимый нам процесс будет протекать успешно. Так, еще немного. Так, еще немного. Стараться при этом, чтобы игла особо сильно у нас не двигалась внутри. Чтобы, по возможности, меньше повредить желток. Но сама инъекция, все-таки, должна быть сделана в желток. Так. У нас немного не все потекло. Но это неизбежно. Теперь, впоследствии мы его поместим в эту баночку. Как это следует сделать. Но предварительно мы должны заклеить отверстие. Это не обязательно должно быть прям герметично. В какой-то степени. Делается это для того, чтобы возможность проникновения в яйцо каких-то микроорганизмов была минимальной. Полной герметичности не обязательно достигать. Потому что яйцо обладает собственным иммунитетом. И поэтому какие-то небольшие отверстия, они не играют ключевой роли. Главное, чтобы это не были отверстия слишком большие. Поскольку наше яйцо дало трещину, мы еще сделаем вот так. Я думаю, этого будет достаточно. То есть, все более-менее закрыто. Теперь мы помещаем яйцо в контейнер наш пластиковый. Закрываем его. Так. И теперь... Немножко... Неаккуратно все сделали. И теперь этот контейнер с яйцом нам необходимо завернуть в какую-то ткань. В данном случае я использую спортивную шапку. Это делается для того, чтобы она находилась в относительном тепле. И чтобы не проникал свет. Теперь я все это сделанное помещу в кладовку. Можно поместить в любое достаточно темное место. И самое главное, это должно быть такое место, чтобы кто-то случайно это не потревожил. Потому что необходимо, чтобы все это находилось в темноте. Нельзя это двигать, тем более вскрывать и смотреть. В течение 10 дней все это будет находиться в темном месте, в абсолютном покое. Потом мы посмотрим, что из этого получилось. Ну что ж, вот у нас прошло 10 дней. Мы извлекли все это из темного места. Так, и вот мы наблюдаем, что яйцо, ну вот пластырь, потемнел. Очевидно, все-таки какая-то инфекция попала. И произошло некоторое гниение. Да, ну, судя по запаху данный, умеренный запах, но неприятный. Вот вы можете видеть этот процесс. В принципе, Парацельс писал о том, что некоторое гниение уместно. Главное, чтобы оно не было очень интенсивным. Сейчас мы посмотрим, что из этого всего у нас получилось. Так. Опа. Ага. Так. Опа. Где он у нас? Что-то тут есть. Судя по всему, он себя чувствует не очень хорошо. Но все-таки жив. Потому что вот некоторое шевеление присутствует. Ну, что можно сказать. Сам принцип самозарождения жизни наглядно виден. Но это существо, конечно же, не может обладать какой-то высокоразвитой формой интеллекта. В лучшем случае, это что-то на уровне амебы. Или там, ну, может быть, медузы. Сложно сказать, почему эксперимент не получился на сто процентов. Ну, возможно, вот эта инфекция виновата. Кроме того, процесс надо понимать, что это был средневековый ученый. И эксперимент он описывал, конечно же, очень приблизительно. То есть, поместите в темное место, выдержите в тепле 10 дней. То есть, нет указаний на то, какая именно должна быть температура. То есть, это все, конечно, в какой-то степени могло повлиять. И поэтому наш эксперимент, как вам будет лучше видно, не совсем может быть удачен. Но, тем не менее, достаточно любопытен. Может быть, мы его когда-нибудь попробуем повторить. Так лучше сейчас просто запросить, мне очень приятно. Может быть, мы когда-то попытаемся его повторить. А может быть, следующее видео будет посвящено и чему-то другому, не менее интересному. Следите за новыми видео. Пока!